Всем привет! С вами Селена Свэй. И сегодня я хочу поделиться о том, как я делаю маникюр. Дома я делаю маникюр очень редко, но у меня всегда есть средства, чтобы быстро сделать маникюр, если это очень важно. Если вам интересно, как это делаю я, оставайтесь со мной. Нам с вами понадобится средство, самое главное, для удаления кутикулы. Фирма у меня здесь везде... Ой... Изи Нейл. Это когда я училась на мастера маникюра, значит, я приобретала себе вот именно эту косметику, она, по-моему, немецкая, и очень там хвалили. Также масло для кутикулы. Также нам понадобится лопаточка. С одной стороны такая, с другой такая. Дальше нам понадобится, уже, конечно, у меня грязненькие все пилочки, но пилочка с двух сторон, тоже Изи Нейл у меня. Она вот здесь очень такая крупненькая, чтобы, если прям много, нам нужно, да, допустим, длину срезать. А с другой стороны она прям совсем такая тоненькая, чтобы не было ни заусинцев, ничего. Она достаточно толстая, поэтому вот это более крупная такая, она тоненькая, для того, чтобы подлезть в более сложные места. Также полировочная, с более такой вот грубой и совсем мягкой, чтобы блестели ноготочки делать. Это лучше достаточно пореже. Также нам понадобятся щипчики. Это если у кого такая уже запущенная, в общем, стадия кутикулы, и что-то нужно будет обрезать, нам понадобятся такие щипчики. Я их купила в Ревгош профессионал. И, конечно же... А, вот такая вот еще штучка очень классная. Тоже все лишнее подубирает сразу, там полирует так. И лак, ваш любимый лак. Я решила такой взять весеннее. Что в этих лаках мне нравится, потом расскажу вам еще, именно в этих фирмах. Мне нравится у них кисточка. Она широкая. То есть она вот с одной стороны узенькая, видите, вот так вот. А здесь широкая. И когда вы красите, она захватывает весь ваш пальчик. Это очень удобно красить. Итак, первое, что я делаю... То есть ничего не подготавливала там я свои ногти особо, да? Первое, что я делаю, это я наношу наше средство. Для избавления от кутикулы. Беленько наносим его на наши пальчики. Ждем минут 5-10. Через минутку или две мы можем с вами пройтись лопаточкой по нашим ноготочкам. И отодвинуть нашу кутикулу. Я буду показывать на одном пальчике, наверное, вам, да? Потому что мне не очень удобно. Просто, чтобы вы понимали принцип, как я это делаю. В общем, мы все это подвигаем. После того, как мы это подвинули, еще раз берем и наносим, чтобы оно проникло внутрь у нас еще. Забыла вам сказать, что нам понадобятся еще вазочки. Значит, прошло у нас 10 минут, 5 минут. Там по-разному смотрите. Мы вытираем. И проходимся нашей лопаточкой. Вот я смотрю, что у меня, в принципе, нечего убирать. То есть снимаем мы нашу кутикулу с ногтей, чтобы они были чистые. И вот так вот ее подвигаем. Дальше мы берем нашу пилочку. Вот эту. И по бокам вот так вот я зачищаю. Сразу смотрю, чтобы не было каких-то лишних. Обычно в боках вот в этих вот что-то, да, есть. Чтобы убрать. По бокам я убираю. К сожалению, фокус не могу здесь сделать. Ну, вы поняли вообще. Эта кутикула очень вот для кутикулы, для смягчения, очень хорошо смягчает кутикулу нашу, что не нужно ее в воде как бы, да, делать. Дальше мы уравняем нашу формочку ногтя. Уравняли. Дальше я беру вот такую вот штучку и поверху прям прохожусь. Зачищаем всякие грубые неровности. Потом я беру нашу полировочку. Сначала более грубой стороной. Потом гладко. Ноготочек наш стал блестеть. Все. Дальше можем мы его обезжирить. Смотрите, как блестит. Как будто под лаком. Дальше мы его можем обезжирить просто обычной жидкостью для снятия лака. И накрасить наш ноготочек в цвет. Сейчас я сделаю все ноготочки так и вам покажу, что получится. Итак, дорогие мои, после того, как мы проделали с вами всю эту процедуру, дальше мы берем, то есть все, вы еще видите, обрезала чуть-чуть, попилили, значит, удалили то, что нам не нужно. Дальше мы берем, прошлись бафиком, прошлись полировочкой. Можно, кстати, только с одной стороны полировочка более глубокую оставить на полировку с маслом. Смазываем все маслом. Стираем. Запах очень приятный, кстати, у этого масла. Потом уже пройтись полировочной, самой-самой гладкой, с маслицем. Чтобы было более гладко, чтобы наш лак ложился идеально. Без всяких точечек, крапушек, неровностей. После того, как чуть-чуть попитаются у нас наши ноготочки маслом, мы берем жидкость для снятия лака. И обезжириваем ногтевую пластину. Для того, чтобы лак лучше держался. Дальше высушиваем. Берем наш лак. Стряхиваем. И красим наши ноготочки. Можно запечатывать уголочек, для того, чтобы лак лучше держался. Вот так вот. Не уголочек, а вот эту вот сторону. Нашу. Главую. Аккуратненько. Чтоб лишнего лака не было, это будет некрасиво. А также у меня есть вот такое средство Винилюкс. Я его покупала по совету тех, у кого я делала маникюр. Средство недорогое, но оно очень хорошо держит наш лак. Такая прозрачная густая смесь. Она наносится просто поверх нашего лака. И также запечатывается краешек. Вот так вот. И так каждый ноготочек. Он придает блеск, придает упругости. Более прочные носки и ногти. То есть до недели практически. Знаете, вот так вот. Какой создает гелевый какой-то такой слой сверху. Вот что у нас получилось после Винилюкса. Итак, мои хорошие, наши ноготочки готовы. При желании можно сделать второй слой. Я сделала всего лишь один слой. Я очень не люблю делать маникюр дома, потому что это все время занимает так много времени. Проще сходить куда-то. Но если это нужно, быстро как-то, то я вот так вот это все делаю очень быстренько. И решила с вами поделиться, как я это делаю. Если мое видео было вам полезным, интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.